Скандал в среде украинских археологов. Ученые из Одессы обвинили киевских коллег в рейдерстве. Якобы столичные ученые пытаются захватить древнегреческий парусник, который лежит на дне Черного моря. Почему из-за этого судна развернулись такие баталии, разбирались мои коллеги. Остров Змеиный, глубины Черного моря. Шесть лет назад экспедиция Одесского университета делает сенсационную находку. Древнегреческий парусник 4 века до нашей эры. На борту Патрокла так назвали судно 3000 амфор и керамика. Несколько лет одесситы изучали парусник, маркировали артефакты. В этом году Институт археологии Академии наук неожиданно отказался выдать им документ, разрешающий посещение объекта. Одновременно в Киеве заявили о желании самостоятельно поднять на поверхность 100 амфор Патрокла. Одесситы недоумевают. Если профессиональный археолог говорит о цифре 100 амфор, он должен понимать и давать себе отчет, что эти 100 амфор оголяют тот слой, который находится ниже. Это просто категорически недопустимо. В столичном институте утверждают, у них были благие намерения. Это подняте материальной, залишки материальной культуры и самого корабля. Далее, музеификацию его, это створение нового музея, музея-лаборатория, потому что поднятые restки корабля должны сохраняться в специальной ванне или бассейне. В Одессе забеспокоились. Дескать, это может привести к уничтожению и разграблению Патрокла. И вообще, похоже на рейдерский захват. Представители института парируют. Получили письмо от военно-морских сил Украины о том, что все лето в районе Змеиного будут проводиться артиллерийские стрельбы. Поэтому погружения запрещены. Но почему бы тогда не начать исследование сентября? Никакой ясности с 1 сентября нет. Был специальный звонок. Буквально пару дней назад директор звонил в командование флота. Они сказали, скорее всего, мы продолжим. Вот и все. В итоге местные чиновники решили, будут обращаться в Министерство культуры с просьбой. До тех пор, пока нет ясности, что делать с Патроклом, строжайше запретить кому-либо забирать артефакт из борта парусника. В ожидании министерского вердикта создадут в районе находки охранную зону. Андрей Анастасов, Юлия Жешко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Анастасов, Юлия Жерезников. Этого Lis бла, убúa. Анастасов, Юлия Жерезников. Пола парусника. Продолжение следует...